Более быстрое, чем ожидалось выздоровление МакГрегора, по-видимому, проложило путь к летнему возвращению. Но сам менеджер Тим Симпсон не думает, что это произойдет. Во время выступления на The MMA Hour старший вице-президент Paradigm Sports Тим Симпсон сказал «Я не думаю, что это будет летом, но в этом году это определенно будет какой-то этап. Он будет длиться в этом году, и это его заслуга. У него нет реальной причины драться, кроме того факта, что он хочет этого. И это впечатляет. Несмотря на то, что за последние пять лет он приобрел целое состояние, 33-летний МакГрегор по-прежнему мотивирован, как никогда, доказать, что он лучший в мире». А Симпсон считает, что жгучее желание соревноваться является свидетельством характера ирландца. МакГрегор выразил интерес в возможности провести бой в Москве. Об этом рассказал промоутер Владимир Хрюнов в ходе пресс-конференции. «Мы обсуждаем возможность визита Конора МакГрегора в Москву. Когда обсуждали, придет он или нет, он вдруг спросил, а что делает Костя Дзю?» – заявил Хрюнов. Ирландец вызвался на бой с действующим чемпионом Чарльзом Оливьерой в своем возвращении, но теперь Оливьера будет защищать свой пояс против Джастина Гэджа в мае. Диас и Парье недавно заявили, что не хотят снова драться с МакГрегором, а вместо этого хотят драться друг с другом. Это оставляет соперника для возвращения МакГрегора под вопросом, но аналитик ММА Чейл Сонет считает, что он мог бы сразиться с победителем боя Оливьера против Гэджа. Они говорят о том, чтобы подарить Конору бой за титул чемпиона мира сразу после его возвращения. «Этот разговор никуда не делся», – сказал он. Другими потенциальными противниками МакГрегора по его возвращении являются Тони Фергюсон и Майкл Чендлер, которые также были связаны драться друг с другом в конце этого года. Парье трижды дрался с МакГрегором в UFC, дважды нокаутировал его в прошлом году, в то время как Диас и Ирландец дрались дважды. И Сонет был удивлен, что два соперника МакГрегора в лице Парье и Диаса объединились, чтобы отказаться от боев с ним. Пуарье и Диас оба уволили Конора. Это не более чем переговоры. «Я понимаю это. Я не думаю, что вы должны меня поправлять, но это первый раз, когда кто-либо уволил Конора», – добавил он.